Друзья, большие проблемы со связью здесь, и поэтому не успел я включиться в эфир, как опять меня сбросило. Но вот сейчас вроде бы наладился интернет, и вашему вниманию схватка второго раунда весовой категории до 130 килограммов. Виталий Щур ведет со счетом 3-1 в противостоянии с иранцем Гасимимон Джезом 51 секунда до конца первого периода. Субтитры создавал DimaTorzok Нам нужна победа, досрочная победа на туше, для того, чтобы продолжить борьбу за золото. Ну, может быть сейчас, ах, заряженным вышел на этот поединок Виталий. Видно, что сделал он выводы после предыдущего противостояния. Порвано трико у нашего спортсмена. В пылу борьбы. Сами незаметные, наверное, спортсмены, как один из них за счет, наверное, жесткого захвата порвал трико Виталию. Ну, что сейчас будут решать? Заменить нужно? Или позволяет еще продолжать в таком виде амуниция с Виталией Ащура? Ну, очень уверенно смотрелся на протяжении первой половины поединка Виталий Щур. Но наша цель остается прежней. Победа на туше. Либо досрочная победа. Нам обязательно это нужно сделать, потому что иначе шансы на золото уплывут стремительно и безвозвратно. Захватывает корпус и шею нашего борца иранец. Но не вижу пока никаких действий с его стороны. Вот сейчас попытался он, пытается вывести за ковер Виталия. Кружит Виталий. И в итоге, ну, отлично. Ну что? Ничего не было? Никому, ни тому, ни другому? Оба вышли. Да, эту ситуацию, конечно, можно было бы трактовать по-разному. Но сейчас, наверное, не совсем тот момент, когда мы ждем именно каких-то подачек в виде одного балла. Нам нужно, конечно, гораздо больше. Нам нужны зрелищные броски. И нужны... Нет, дают бал. Дают бал. 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 Ну, отлично. И на том спасибо, что называется. Справедливость восторжествовала. Но вообще, конечно, нам нужно еще 7 баллов набрать для того, чтобы претендовать на золото. Либо туше, либо досрочная победа. И на это у Виталия Ощура остается 2 минуты 15 секунд. Нет ничего невозможного. Давайте вместе поддержим Виталия. Ему сейчас, как никогда, нужна наша поддержка. Мысленно передадим ему энергию. И очень хочется, чтобы Виталий нашел в себе резервы для того, чтобы суметь набрать эти так необходимые ему прямо сейчас 7 баллов. Или изыскать возможность для броска и туше. Но и ранец тоже немаленький. И хоть не слишком уж хорошо оснащен технически, но довольно-таки крепких габаритов. Надо стоять вот этот. Ах! Пытался контратаковать. Виталий упирается и все-таки выходит за ковер. Один балл отдает иранцу. 4-2 ведет россиянин. Минута 14 секунд до конца. Жесткая борьба в центре ковра. Ах! Балл еще зарабатывает иранец. 3-4. Сокращает отставание. 53 секунды до конца надо идти ва-банк. Надо идти в захват и пытаться вложить на туши своего соперника. Хватит ли на это сил и времени для россиянина. Вопрос риторический, но до последнего будем верить и желать Виталию победы. Именно той, которая ему необходима. Досрочной. Давай, Виталий, давай! Раз, терпеть! Вот, отлично! Накрывает своего соперника. Еще два балла забирает. 6-3. Счет. Остановка и, к сожалению, не будет возможности в этом эпизоде развить успех. Поднимает рефери обоих спортсменов. И 22 секунды есть еще у Виталия Щура для того, чтобы набрать 7 необходимых баллов. Либо же уложить на туши. 4 секунды. 3-2. К сожалению, 6-3 побеждая, Виталий Щур, видимо, слагает не полномочия даже, а, видимо, останавливается в борьбе за золото. Ну, то есть, не будет у него возможности побороться за золотую награду, но и дальше будем бороться за бронзу или за серебро. За серебро, видимо, так. Не очень понимаю, на самом деле, какая здесь система до конца, но при этом... Вот вашему вниманию президент Федерации спортивной борьбы Ирана Али Ризат Абир. Олимпийский чемпион. Ну и настало время схватки моего соседа. Ну и останавливаясь. Да. Конечно, это... Г рвойные.